Здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале о рукоделии. Меня зовут Елена Зимняя. Это видео будет о последних покупках за месяца три, наверное. Я же так много всего всякого разного купила. Сегодня такой день удачный. В том смысле, что удачный для съемки видео, наверное. Потому что дождя нет, но такая сильная влажность. У нас 30 градусов жары, процентов 80 влажности. Надо бы идти на улицу, в сад, заняться садом, прополкой. Там сорняк растет на глазах, прям вообще молниеносно. Вырастает такие уже... Ой, в общем, короче, лес уже настоящий вокруг дома. Но сезон дождей у нас еще немножко будет продолжаться, еще недели две-три, надеюсь. Ну, а потом жара, а потом под 40 градусов жара. Ну, вот сегодня такой день. Много вышивала и подумала, почему бы не снять видео о моих покупках. Они у меня лежат отдельно все. Как-то, вы знаете, мне всегда такое видео снимает лень. Сама смотрите, такие видео я люблю. Мне интересно, кто что покупает, рассказывает о своих покупках. А вот самой мне прям какая-то прям лень наступает. Но, говорю, надо бы вам показать, потому что все пора уже разобрать. Потому что я все раскладываю, схемы отдельно, соединяю схемы с сольным, который к ним. То есть все я комплектую. И немного записываю, чтобы что-то, чего-то не забыть. Ну так, тогда начнем. Я все это немножко... Ниточки потом я расскажу про них. Это лен. Сейчас тоже я его чуть-чуть уберу. Немножко, видите, такой у нас все-таки тень. Потому что сезон дождей, мы без солнца. Сейчас попробую камеру наклонить пониже. Наверное, придется пошуршать, потому что бликует от этих пакетов. Чтобы, может быть, показать получше. Так, первая схема это GGR. Ну, вообще-то можно и не вытаскивать, наверное. GGR. Очень красивый такой сэмплер. Это опять, как всегда, у GGR в основном у них все репродукции. Посмотрите, какие вазы, какие вот этот рыцарь, дама. Непонятные животные. Очень красивые цветы по зоне. Так, вы знаете, чем интересна эта схема? Эта схема интересна тем, что здесь предлагается два варианта вышивать. Здесь везде, по-моему, GGR и Classic Colorworks. То есть все ниточки ручного окрашивания, обычной хлопковой. Но интересно тем, что с одной стороны у нас, если вышивать по одной таблице, там еще один лист внизу есть, если вышивать по этой таблице, то схема получится, по-моему, более такая, знаете, как к репродукциям, немножко затемненной. Вот они даже здесь показывают. А здесь получится более такая яркая, если использовать ниточки вот по другой таблице. Вот этим, конечно, очень... Это первый раз я с таким встречаюсь. Очень даже интересный. Так, сэмплер 1889 года. Репродукция. Вышивать. На чем его? Его, по-моему... Да, вот он, Какао от Wix Dioxx. Какао, конечно, найти немножко трудно. Ну, мне кажется, на нем просто идеально получится. Другой какой-то цвет я даже себе уже не представляю. Ну, я, как всегда, его заказывать, наверное, в Канаде. Ну, и это будет не меньше, чем через полгода или через год. Так, следующий также это GGR. Вы знаете, чем вот этот сэмплер? Мне он невероятно понравился. Именно вот из-за вот этого узора повторяющегося. И на что мне очень такой интересный, красивый алфавит. На первый взгляд мне показалось, что такой сэмплер, знаете, так небольшой, подумала, да, 1864 год, продукция. Но, когда я его перевернула и посмотрела, что размер 292 на 311 крестиков. Такой он получается довольно-таки средненький. Если взять лен, здесь обычный лен, натуральный Wix Dioxx, получается, получается, то в размере... Сколько же тут он у них? Почему-то они даже не... А, 35-й каунт. То в размере получается 42 на 45 сантиметров. Где-то вот такой вот все-таки большой получается. А так смотришь, думаешь, ну, вроде бы, вроде бы вышивать не особенно есть. Но вот эти розы в этом месте, да, очень даже какие-то тут еще вот синенькие цветочки проходят. Да, единственное, что, конечно, меня немножко останавливает, это DMC-ниточки, DMC. И пока шелковых нитей у меня не так много, возможно, что, когда у меня наберется хорошая палитра, я конвертирую в шелк. Еще один симплер. Меня прям послед... Это, кстати, моя последняя покупка. Это все было с 1-2-3 стичь. Меня прям туркнуло на GGR. Я прям решила скупить. А то они прям-то появляются, прям раз и пропадают. Это также репродукция 1892 года. Там очень интересный, красивый, так же, как во многих, вот он алфавит здесь, да. Мне понравился этот бордюр. Извиняюсь, я без ножниц. Мне очень понравился этот бордюр в форме анютиных глазок. По краям розы. Так, что они у нас здесь предлагают? Они здесь предлагают нитчики VIX, DIVOX или, как всегда, конверсия в DMC и на BEGE 40-го каунта. Если немножко подождать на 1-2 тысячи, VIX, DIVOX, он постоянно регулярно, у них он появляется. Появляется, пропадает, но как в течение месяца, в принципе, у них он всегда бывает. Следующая моя покупка. Вот за это немножечко получилось у меня, что я за нее переплатила. Это из Канады я покупала, но поэтому повнимательнее посмотрела. На 1-2-3 тысячи тоже есть такая же. Это Shakespeare Spedler. Такой вот сэмплер канадский. Очень красивый этот бордюр. Он вышивается. Есть две галлорианы. Затем один Needle Point и остальное все с Валдал Ржин. Я, когда посмотрела последнее видео Юли Шнитко, она, как это сказать, немножко была недовольна VIX, DIVOX, именно Stroh. Вот он здесь также будет стоил. Но она, по-моему, показывала 32-й каунт. Да, я с ней согласна. Stroh очень такой, знаете, вообще VIX, DIVOX, лен очень рыхлый. Очень рыхлый, дырочки на нем хорошо все заметны. Если вы любите то, что больше похоже на обычный Цвейгат или Белфаст, такие более плотные, хотя вот VIX, он тоже, да, он все эти Цвейгат все это красит. Вот он у меня, Stroh. Я купила под этот сэмплер сразу и Stroh, и, ну, сейчас тень, он немножко темнее выглядит. Хотя он чуть-чуть посветлее. Он немножко посветлее. Но для сэмплеров я, на мой взгляд, это вообще прям идеально. Он шикарный. Конечно, если только в самой схеме немного сочетаний коричневых ниток, оттенков, тогда я считаю его вообще прям вот отличным. И вот Юля говорила, что даже ниточки, она попробовала Needle Point, они, если в одну нить, то ниточки тонкие. И видно, как бы сказать, что крестики, или если вдруг они неровные, или видно, что заметно, то есть появляется между ними проступает ткань. Я немножечко насторожилась, и я уже купила лен. Я сейчас вышиваю на Stroh, но у меня сороковой. И даже в одну нить Gentle Art, в принципе, неплохо получается. Но дырки, они дырки лучше, конечно. Если вы дырявчатые не любите такое, то еще раз напоминаю, что весь лен Vicks Dive Vox, он такой очень рыхлый. И дырочки очень сильно заметны, просвечивается. И здесь 36-й каунт. Я, значит, насторожилась. Ой, значит, если... Я почему-то... Я даже не заглял. Только сейчас с вами загляну, что это с водолжи здесь. Я почему-то подумала, что Глориана, и все Needle Point будет. Я, опа, говорю, нет, значит, надо сороковой покупать. У меня в других схемах есть, там нужен Stroh будет. Я говорю, я тогда его оставлю. Но сейчас с вами переворачиваю и смотрю, что с водолжи Needle Point всего лишь один моточек. А с водолжи очень хорошо. Даже вот совсем без проблем ложиться на Vicks Dive Vox не будет просвечиваться, ни ткань не будет проходить. Хорошо будет в одну нить шелка, будет очень замечательно смотреться. То есть можно спокойно все так же комплектовать, как я и хотела. Вот он у меня пришел. Это у меня из Канады, traditional. Traditional Stitchers, хороший магазин. У них все редкие виды льна есть, но ждать, ждать, ждать. Бывает, что и по полгода. Я вот Велд заказывала. Пикс сейчас V-Plus, 36-й каунт Велд на Blackbird Design. Я еще заказывала в прошлом году, в сентябре, но до сих пор его нет. Не знаю, будет ли он вообще. Так, хорошо, об этом я все. Следующая схема, это схема куплена в PDF формате. Я ее покупала в магазине. Есть у меня здесь. А, вот он у меня. Только я у них как раз покупала. Купил я у них лен. Мне так интересно было посмотреть Castle Rushes. Я очень люблю Серафим. Скажу вам, я в последнее время просто прям вот влюбилась в Серафим. Это компания, которая красит лен Серафим. Я прям вот от него без ума. Я буду еще покупать. Мне хочется много-много разного Серафима купить. Вы знаете, он такой вот цвет, не бежевый, какой-то вот нейтрально такой, не белый. Можно сказать, такой слоновой кости, наверное, светлее такой. Потому что тень сейчас вам не очень хорошо это передается, видно. Но мне Серафим нравится. В последнее время прям вот Серафим – это моя любовь. И я покупала эту схему в магазине. Вот он, Hobby House Needleworks в Америке я покупала. Мне чем нравится, у них можно купить, можно купить PDF. Не обязательно покупать у Николы Пакман в ее магазине за паунды английские. А можно купить, я вот купила в американском магазине PDF, и они мне сразу же сделали распечатку, и они мне ее прислали. То есть там дополнительную плату, там, по-моему, за 200 центов всего лишь, там, буквально копейки они сделают и присылают. То есть не нужно самой бегать, нигде печатать, не искать и не ждать вот таких вот столько. Здесь, я не знаю, здесь, наверное, листов 30, нет, не 30, листов 20, наверное. Так, и что здесь? Очень много свалдажей, как всегда, у Ханда Кросс Виси, да. И что, на чем они здесь вышиваются? Вот, видите, так же Строу. Вот он Строу, 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 опять 5 виг стаевок Строу. На 56-м каунте они здесь, этот сэмплер вышит. Но он светлей, конечно, на превью очень даже светлый, ну, прям вот нереально светлый. На самом деле, еще раз напоминаю, Строу, он, вот он, вот он Строу. Немножечко, чуть-чуть светлей, то есть, да, превью засвечивает. Так, Лена, я вам показала, посмотрели. Это у нас Кастел Рашис, Рушис, Рушис Линен, да, 36-й каунт. Он, кстати, по-моему, даже очень хорошо может подойти на какой-нибудь, вот, например, на вот этот сэмплерочек. Так, да, вообще прям сказочно только. По размерчику еще подошел бы. Здесь 40-й каунт, здесь 36-й. Ну, я, в принципе, 36-й и 40-й каунт, они для меня почти одинаковые, сильно не отличаются. Это схемочка 2018-го года. Вот здесь, вот, видите, вот стоит 2018-й. Так, размер 38 на 34 см, на 34 на 35 см. А, нет, вот по этой части, вот, он уже не поместится здесь, наверное, сантиметров 30, наверное, сколько. Это 1,8 фата этого ихнего американского, как они считают, ярда. Да, вот 1,8 здесь. Я себе даже подписываю. Путаешься, когда бывает заказываешь, путаешься в ихних этих ярдах. Блин, не знаешь, сколько это, по 10 раз пересчитаешь. Так, еще одна схемочка. Это Scarlet House. Очень мне нравится. Jane Covey. 1850. Это репродукция. 46-й каунт какао. Mixed Ivox. И Needle Point. Здесь все. Needle Point. 244 на 290. Крестиков. Ну, вот Needle Point, это еще нормально. Это еще, как я смеюсь, говорю, по-божески. Они еще не так сильно, не безумно сильно дорогие. Дорогие, но не безумно сильно дорогие. Вот. Здесь по два моточка даже некоторые есть. И, вы знаете, я его видела у кого-то вышитым. Он получается ярче. Вообще, Scarlet House, я сейчас как раз вышиваю по их схеме розы с Форуби, фотография, превью. И вот то, что получается, все-таки ярче во много раз. Да, по-моему, я у Saltbox она показывала. На YouTube есть канал Saltbox американка Karen. Вот у нее, по-моему, Karen ее зовут. У нее вот как раз недавно, не точно недавно, как-то в одном из видео я видела, она показывала его. Такой яркий, ярковатый. Так, следующее. Чтобы видео не получилось сильно длинным. Вы знаете, я в последнее время не стала любить длинные видео, когда вот так вот одно и то же, одно и то же говорят. Это прям вот не стала любить. Минут на 20 для меня прям самое. Так, значит, это что у нас? Это Huts, да? Handicross WC Samplers. Редко кто вышивает, но ужасно, невероятно красивый бордюр. Именно вот его вышила японка, которая живет в Америке. Я на нее подписана в Инстаграме. Он это оригинальные сэмплеры вышивает. Вот я вот смотрю за тем, что вышивает она. И мне прям сразу после нее хочется сразу же купить, как вот она вышла. У меня еще фотографии такие красивые. Посмотрите, какой интересный бордюр. Вот у меня такая коллекция этих хатсов уже понемножечку начинает собираться. Вот со дня на день строго закончу Терезу Когут и скажу вам по секрету, я возьмусь за хатс. Только не те, которые я вам сейчас показывала. Немножко другой я его сейчас комплектовала в прошлом году. И я начну вышивать Ханда Кросс Ви Си. И одна схемочка тоже. Она здесь. Почему? Я вам тоже уже ее показала. Те, кто со мной давно уже видели. Я не знала, не решалась, не знала, что выбрать мне. Или эту вышивать, или вышивать... Как ее называют? Сейчас вспомню. Подождите. Стоял, думал, думал, думал. Короче, вспомнила. Жанет Дуглас. Я вам пока в одном из видео, там, если немножко у меня посмотреть, есть. Я еще спрашивала, какой мне начать вышивать. Или Жанет Дуглас у меня тоже весь скомплектованный есть. С пакетом их, оригинальным пакетом, ниточки там шелковые с розами. Или начинать вот этот. Вот я еще тоже... У меня тоже он полностью весь собран. Все по ключу здесь. Но я начала Скарлетт Хаус. Прям вот резко, так быстро. Прям Скарлетт Хаус. Он ко мне пришел. Я сразу же его начала. Такое вообще прям редко со мной происходит. У меня схемочки должны все вылежаться. Тканюшки должны все вылежаться. И потом тогда уже я, может быть, к этому созреваю. Хотя скомплектовано все. Ну вот, о схемах все. В ближайшие два-три месяца ничего. Я вот уже держусь. Я уже прям не считаю. Я уже сколько? Две недели ничего не заказывала. Поэтому нет-нет-нет. Я до конца августа держусь. Ничего не заказываю. Об этом все. Так, ниточки у меня. Вот шелк я уже подкупила под этот сэмплер. Мне осталось только с водолжей купить. Но я не думаю, что в этом году его начнут. И, скорее всего, он будет уже на следующий год. Я просто купила эти ниточки, потому что галориана, они часто пропадают. Поэтому, если я его увидела, галориану нужно сразу хватать. Его сразу, конечно, лучше хватать. И сразу покупать. И побольше. Хотя она дорогая. Она дорогая. Почти 10 долларов. Да, почти 10 долларов стоит. Зараза такая. Вот. И, да, и Бельсуи. То есть, ну это я на что-то я другое. Не помню. На что-то я другое купила. Но это я потом все разберусь. Самое главное, вам покажу сейчас все это. И потом все это разберу. Ой, ну вот галориана, конечно, шикарная. Шикарная, шикарная. Где тут свет? Где тут свет? Солнце. Где-то там солнце у нас показалось. Так, все. Мне, значит, останется подкупить только сводолжин. С водолжин всегда практически. Он всегда есть. И если даже пропадет, он потом сразу же появляется. Его нетрудно купить. Он галориану. Напоминаю. Если вам где-то галориана, если вы ее увидели, что она в ключе, и вам она нужна, и вы увидели, что она есть, хватайте сразу. Так, значит, о ниточках, об этих всем. Потом следующее покажу сейчас быстренько вам. Так, а что-то у меня здесь еще. А, это я тоже вам все показывала. Так, строу я вам показала. Тридцать шестой. Затем, вот он, Патриот Брю. Это вот как раз на Патриот Брю, на вот этот сэмплер. Вот, видите, разницу. Разница, разница. Здесь какой-то розоватенький, а здесь он даже и не пахнет. Рядом не лежал с розоватым ни с чем. Так, следующее, что здесь. Ну, вот обратите внимание, да, у меня все есть традиционное. Все, я тут почти многие заказываю, редкие. Затем, это Пермин, Вишлет, Ламбас Вулл. Это я заказала. У меня есть схема от Скарлетт Леттер. Это вот как раз на тот дизайн. Тридцать шестой каунт. Я почему Скарлетт Леттер, мне очень хочется его начать. Но там большой ключ. Там он в ДМС, они предлагают. И в шелке. И предлагают его в шелке. По-моему, Ниддл. Да, Ниддл Пойнт они его предлагают вышивать. Или, не помню, сводажи. Но дело в том, что ключ очень большой. У меня там мотков даже не по одному, а по двам. Такой чуть-чуть дорогостоящий получается. Ну, прям ДМС, прям я даже не знаю, не очень хочется. Может быть, я возьму ДМС, сравню, на сколько цвета. Ну, посмотрю, не знаю. Так, и Хог Бристл тоже. Вот у меня, я тоже уже некоторые у меня его видели. Где-то у меня проскакивал. Видео я показывала, я его доставала. Тоже Хог Бристл. Очень такой классический вариант для сэмплеров. Вот видите, они, в принципе, они все очень близкие. Вы знаете, вот этот он похож на обычный лен. Цвет такой обычного лена. Вот совершенно даже. Обычный флакс этот. Он от Хог Бристл. Он немножечко такой, чуть-чуть слегка. Не коричневый, но тоже, да, очень идеальный. И все они не рыхлые. Это 36-й. 36-й. Фокс энд Раббит. Ну, вот и все, наверное. Затем вот я купила ниточки у меня здесь обычные с водолжи. Это мне, да, рефлетс ДСВ. Ой, на рефлетс, да, который тоже скоро я за него заново возьмусь. Ниточки там уже я немножко некоторые меняю, которые мне по ключу не нравятся. Сочетание. Вот тоже их подкупила. Ну, вот об этом все. Все мои покупки. Наконец-то я все могу разобрать. Всем большое спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.